Доброго ранку! Доброго утра, друзья, прости. Спасибо большое, нашу маму и там, и тут показывают, как говорили, в моем любимом мультике. Короче, про мам, вашей маме зять треба? Не ждем, все очень сильно, уже расклеили объявление. Так, я пока не знаю. Я, походу, тут зайва. Пока Алла выйдет, мы тут продолжим. Слушай, ну, премьера альбома. Да, первый дебютный альбом, очень важное событие в жизни каждого артиста. Мы даже вот вчера прям, вчера или позавчера собирались со своей командой, отметили это мероприятие, за столом очень дружным сказали друг другу самые приятные слова, потому что это все плод огромнейшей работы. Я уже вот с командой работаю практически полтора года, и на самом деле, когда выходит первый дебютный альбом, и достаточно неплохой по отзывам и по моим ощущениям, то мне кажется, это стоит прям себя похвалить, полюбить и отметить этот момент. Анечка, а сколько описаний входит до альбома, и яка для тебя найдорожчая? Это мини-альбом, EP, как это называют, четыре песни всего. И самая, наверное, важная, дорогая, мне сложно сказать, потому что каждая песня, у нее своя история, своя магия, своя атмосфера, и действительно, каждая песня для меня важна, потому что в ней пережиты определенные эмоции, я думаю, что зритель и слушатель это услышат через композиции. Но самое важное, все равно, как ни крути, это моя авторская песня, которая полностью написана, и слова, и текст, и музыка, и саунд спродюсирована частично мной, бла-бла. Такая классная, легкая история, знакомая многим девчонкам. Так, ну, про то, что знакомы многим девчатам и человекам, если что, мы уже поговорили. Расскажи мне про историю «Киз». «Киз», да, это хедлайнер нашего EP-альбома. Главная песня, собственно, альбом называется «Киз». Мы снимали клип на эту песню, в клипе участвовал «Позитив», он был одним из главных героев. «Киз», мне кажется, это идеальный летний хит, и он действительно уже прям мощно и массивно завоевывает сердца моих слушателей, не только моих. Вот очень не хватает такой музыки, как мне кажется, такой простой, легкой, обычной, да, может, где-то доступный легкий текст, потому что очень часто исполнители там строят очень глубокие эпитеты, метафоры. У меня написано очень простым языком, и на самом деле именно этот момент откликается у многих зрителей и слушателей, потому что эта история тоже знакома многим людям, когда у вас в школе была такая простая, легкая, примитивная любовь, да, там подергал за косички, и все, уже как бы показал свою симпатию. С каждым годом, мне кажется, эта вот форма ухаживания, любви становится все тяжелее и напряжней, да. А ты хочешь вставить в процессе простыты завдяки своей музыки. Ну да, чтобы мы вспомнили, как это легко и просто бывает, когда ты просто там подмигнул, подарил ромашку, и вы там ходите летними ночами, где-то там, я не знаю, в каком-то летнем лагере, как это было у всех подростков. Вот такая ностальгия у меня по этой песне. Ты знаешь что-то про найголовнейшее. Я просто памятаю свои дитячие руки в таборах дитячих. А я після слів твоих чомусь одразу подумала за психолога, який завжди каже, что мы в какой-то момент своего життя приглушаем свою дитинку и не даем, и все эти социальные моменты нас нагружают. Насправді, это очень круто, когда ты думаешь про то, что важно все-таки не забывать это дитящее, юнацкое, и реально легко жити. Конечно, конечно. Очень важно не подавлять в себе нашего внутреннего ребёнка, потому что именно он и движет нами, именно он и есть двигателем нашего прогресса, потому что благодаря нашему внутреннему ребёнку мы остаёмся такими непосредственными, иногда беззаботными. Мы отдыхаем благодаря нашему внутреннему ребёнку. И если мы будем его убивать в себе, ну, как минимум, с самой лучшей его стороны, то мы будем постоянно загружены в этих делах, в работе, а так он добавляет такой лёгкости в нашу жизнь. Это круто. Я боюсь его убить в себе. Ось, это важно. Не можно его никогда не убивать, и тем паче критиковать иногда. Да, конечно. Слушай, у каждого артиста есть своя розмова с... Я не могу, когда ты так дивишь. С аудиторией, Максим, хочу сказать. Взагалі законно, так? Я выполнял уже. Ты хотів запитати про что? Про социальні мережі чи что? Секунду. Берись, Максим. Давай ещё раз. Так. У каждого артиста есть своя мова спілкування зі своєю аудиторією. Про что ты зі своєю аудиторією спілкуешься? Я, на самом деле, очень проста в разговоре со своей аудиторією. Я стараюсь показывать мои будні дни, мою жизнь артиста, и в то же время как бы, ну, словно подростка девушки, потому что мне как бы 19, но ещё не 20. И вот все проблемы, которые происходят у каждого человека в этот период, я их всех показываю, освещаю. То есть там у меня переезд на свою квартиру, да, уже самостоятельная взрослая жизнь, и как бы ты ещё маленький, ну, как бы уже самостоятельный, и не знаешь, как там стирать. Я до сих пор не понимаю, как эту стиралку, блин, запускать. Я тебе расскажу один лайфхак. Попроси, чтобы тебе кто-то какую-то середнюю программу, ну, звичайно, для всех вещей поставил, а там просто одну кнопочку натискаешь, и всё. Головное, ничего не менять. Для меня это техническое. Когда я её питаю, как это делать, я не знаю, ты иди, как хочешь. Головное, чтобы один раз допомогли, а потом всё, как по маслу. У меня есть просто секрет небольшой. Моя любимая бабушка, которая решила ставить себе ключи от моей квартиры, периодически, когда я убегаю там на съёмки и концерты, приезжает, тихенько убирает, и такая, ой, прям прихожу, вот какая-то фея прибежала. Ну, конечно, в сторис подаю, что это я такая чистоплотная женщина. Это безмежно мы. Дякуямо бабу. Да, да. Бабуся – это наикраще, что может трапитись в квартире. Да, да, это правда. Слушай, что тебе ещё даётся важным уже в дорослом житте? Да, очень много проблем навалилось. Я с каждым днём всё больше и больше ощущаю груз этой взрослой жизни. Я где-то в какой-то степени постоянно переношу ответственность на других людей, чтобы прям максимально в этом не погрузнуть, потому что всё-таки творчество и ответственность – это разные вещи. Да, и чем больше я становлюсь взрослой, тем больше убиваю вот это своё творчество, потому что надо быть самодисциплинированным, надо успевать делать миллион пятьдесят пять дел в работе, ещё убираться, стирать, ухаживать за котиком, который часто гадит мне. Учиться стирать, мыть посуду. Я так это всё не люблю, для меня это так сложно. Я вот всё детство жила в иллюзиях, что моя квартира идеально чистая, потому что в ней убираются феечки. Оказалось, это мама всё время убирала, а меня обманывали наглым образом. Так, смотри, у нас тут зараз символичный дуже момент, потому что у тебя кит, у Али кит и у меня. Кошатники собрались. Так, и тут важливый момент. Сообщество анонимных кошатников. Вечерний тихдик. Тихдик. Присутні в твоём житті? Слушай, это не зависит от времени абсолютно. Тихдик просыпается в любом месте. Третьей ноте. Да, да. Ну, слава Богу, у меня такая послушная кошка, я её наругаю, она сидит тихенько уже, и не мешает мне спать. Ибо я закрываю дверь, она там в себе чем-то. Покрывается дверима, да? Да, да, да. Анечка, я хотела тебе запитати, ты очень активна в соцмережах. Да. Ты много постичь в видео в ТикТоке, тебя постоянно можно увидеть в Инстаграме, постоянно оновляться. Где ты берешь столько времени? Потому что мы даже с Максом пробовали одно видео записать для ТикТока, а мы его не записали. Так, для понимания зрителей, которые впервые сегодня увидели со мной, это более 30-50 историй в день. Ежедневно посты каждый день. Вот я же про тебя, разумеешь? Да, часто. Каждый день посты в Инстаграм, и желательно 2-3 видео в день в ТикТоке. Это достаточно большой объём, я не буду врать, что я такая тоже фея-незабудка, которая это всё так легко даётся. Трачено это огромное количество времени, потому что это моя работа. Я с этого получаю деньги, и, соответственно, мне нужно этому уделять время, и тем более, что это не просто моя работа, это способ коммуникации с моим слушателем, и способ донесения моей музыки. Потому что основной месседж этого всего, что происходит у меня в Инстаграм, в ТикТок, это моя музыка. Я хочу, чтобы благодаря этим платформам мою музыку услышали, слушали и влюблялись в неё. Так, ну не можем не згадать про хейтеров. Да. Вот как ты относишься до них? Блин, очень часто затрагивалась эта тема на различных интервью и сюжетах. И я каждый раз понимаю, что чем старше становлюсь, тем сложнее мне с хейтом сталкиваться. Я очень восприимчива, чересчур. Я очень близко принимаю всё к сердцу. Я там прочитаю один комментарий, хожу целый день, гружусь. Господи, это за что? О, что я тебе сделала, Алина 007? И очень часто прям впадаю, знаешь, вот в это вот состояние. Мне ничего не хочется делать, я так расстраиваюсь. Сложно. Я не умею справляться с ними. Я не знаю, как многие звёзды, артисты говорят, ой, да вообще пофиг. Не знаю даже таких людей, которые так просто справляются с хейтом. Это всё равно очень сильно влияет на тебя, на твою деятельность. И очень часто бывало такое, что вот выходит шоу с моим участием, да. Просто я, так как во мне ещё играет очень сильно детская непосредственность, да, я ещё как бы на стыке, как бы не взрослая, но уже не ребёнок. Я достаточно активно веду себя на разных шоу, программах. Очень много смеюсь, потому что я вообще та ещё хокотушка. Очень много шучу. Очень много шучу. И это на самом деле очень чуждо людям, да. То есть они не привыкли видеть вот такую активность. Можливо, они просто заздрят, что они не могут быть такими веселыми и такими позитивными. Может быть, да. Потому что это мае бути всередині, и это дуже классно, что ты такая. Потому что інший такой, а, нет, інший, ты ниде не знайдёшь. Так, так. Да, это правда. И, конечно, когда они видят поведение, которое им не свойственное, наверное, в первую очередь, они начинают писать, ой, что за тупая малолетка. Но смех и шутки абсолютно не обозначают твой возраст, правда? Абсолютно. И вообще, что за эйджизм? До речи, так, це важливо зараз. Да, для меня, например, я уже точно для себя решила, что цифра в паспорте абсолютно никакого значения не имеет. Человек может быть настолько умным и глубоким, хоть и в 16, и в 20, а может в 50 до сих пор осуществить себя как наивный ребёнок. Поэтому не стоит судить людей по возрасту, это точно. И, конечно, я получаю огромное количество какашек в комментариях. Насправді, я тебе хочу сказать, что это классно, потому что ты перейшла уже межу, когда ты популярна, у тебя есть своя армия фанатов, а эта Аня 007 сидит где-то там у себя. Вона не может даже половины сделать того, что ты сделал. Спасибо. До речи, много зерок радятся, знаешь, как относиться до этого? С вдячностью. Дякую тебе, Аня 007. Счастья, здоровья, бувай, все. Да, я им, безусловно, благодарна, потому что я готова и к хейту, и к позитиву, главное, не к безразличию. Вот, поэтому любите меня и ненавидьте одновременно, только не пропускайте, милая. Не, ну, что мы интервью, мы тебя безумовно любим. Спасибо большое. Давай так. Не факт, что комментарии будут меня любить. Будут, будут. А, вот, сейчас закончу историю. Я шоу с моим участием, интервью, отправляюсь сначала на утверждение моей команде, чтобы они посмотрели. Я говорю, гляньте, пожалуйста, норм, там я себе вела, потому что, ну, бывает такое, мне что-то переклинет, и я могу там, типа, излишне, да, себя активно вести. Но это природа, у вас все получится в жизни. Можна я сделаю маленькую remarочку? Такая молодая и мудра Аня Тринчер. Спасибо. Анечка, дякую тебе. И творите все, что вы захотите, потому что жизнь одна, и надо ее прожить на все сто процентов.